Добрый день. Я в следующие 15-20 минут хочу затронуть тему последнего вопроса и поговорить о двух вещах. Сначала рассказать, дать такую, на мой взгляд, интересную классификацию разных типов блокчейнов, которые в зависимости от ваших задач и от того, кем вы являетесь, бизнесом, представителем государства или хотите создать или поучаствовать в какой-то децентрализованной публичной платформе, какие блокчейны для этого нужно использовать. И во второй части я расскажу о нашем опыте внедрения блокчейна для кадастрового реестра в Грузии. То есть это реальный блокчейн, который уже запущен и работает, и какие-то пользу приносят на уровне государства. Меня зовут Степан Гершуни, я работаю менеджером по продуктам в компании Befury Group. До этого последние два года занимался разными стартапами, консалтингом и участвовал в конференциях по теме крипто и блокчейн. Вы могли слышать о компании Befury как об одном из, наверное, трех основных наших направлений. Это производство и дизайн производства чипов для безопасности, обеспечения безопасности блокчейна. Второе – это управление и строительство дата-центров. И третье – это, собственно, процессинг и обеспечение безопасности биткоин, самого большого блокчейна биткоин или, попросту говоря, майнингом. Но я сегодня представляю нашу софтверную команду, то есть команду, которая занимается разработкой программного обеспечения. Это быстро растущая команда, у нас уже больше 40 человек, расположены в четырех разных странах. Такая, согласно, как у многих, распределенная команда. Мы занимаемся пятью, неправильно написано, не проектами, а направлениями. На самом деле, проектов сильно больше. И так получилось, что команда состоит из большого количества людей, которые участвовали, выигрывали разного рода математические олимпиады, олимпиады по программированию, занимались и занимаются фундаментальным исследованием наукой, математикой, криптографией. И мы очень много публикуем разного рода научных и исследовательских работ. Вот те, которые здесь перечислены, за последние годы было больше 40 штук. Их можно на нашем сайте почитать. Я, собственно, то, что я буду рассказывать, это такая краткая выжимка из 60-страничного white paper, просто более простыми словами. Теперь, собственно, о блокчейнах. Сегодня тут и в этом зале и в том уже говорилось, что какого-то единого подхода и универсального блокчейна, который решает все задачи, независимо от того, кем вы являетесь и какие задачи перед вами стоят, такого подхода нет. И, конечно, нужно искать и выбирать тот подход, который будет правильным именно для вас. И вот то, что я хочу предложить, это такая классификация, которая разделяет все типы блокчейнов. Тут не говорим о конкретных брендах, о конкретных фреймворках или платформах. Просто все типы блокчейнов на три класса. И чтобы было прям очень понятно, я хочу провести такую простую аналогию с историческую аналогию. То есть сегодня говорилось, что блокчейн – это база данных. На мой взгляд, самая первая база данных, которая сейчас появилась еще до компьютеров, это книги или вообще рукопись. То есть когда человек научился что-то записывать, это первый способ неизменного хранения информации. То есть, по сути, такой докомпьютерный блокчейн. Так вот, вот эти три больших группы – публичные, эксклюзивные, закрытые блокчейны. Если провести аналогию, то публичный блокчейн, такой как биткоин или эфириум – это, грубо говоря, такая, знаете, доска объявлений. То есть любой человек может прийти, написать объявление, повесить его, и любой другой будет, любому другому человеку это будет доступно и видно. Причем факт того, что блокчейн публичный, не отменяет того, что вы можете иметь распределение прав доступа. То есть вы можете ту же записку на доске объявлений написать в зашифрованном виде, и ее прочитает только тот человек, о котором вы заранее сообщили ключ. Публичные блокчейны, в первую очередь, конечно, подходят для каких-то проектов, связанных с криптовалютами или децентрализованными организациями. Эксклюзивные блокчейны, в свою очередь, если привести аналогию, это что-то вроде издательства. То есть представьте, что вы издаёте журнал, и только вы решаете, кого вы будете публиковать. То есть если это научный журнал, вы можете поставить, что вы публикуете только авторов, имеющих такой-то авторитет, и которые пишут что-то, что вам нравится, такое субъективное, на самом деле, мнение. Закрытый блокчейн, в свою очередь, это что-то вроде архива. То есть есть архив в компании, есть какой-то внутренний документооборот. Доступ к этой информации имеют только сотрудники компании. И если кто-то извне получает доступ, то этого не должно происходить. То есть если происходит, то это незаконно. Значит, вот эти вот правая колонка, эксклюзивные и закрытые блокчейны, они используются, в отличие от публичных, они лучше подходят для использования в бизнесе и для создания каких-то государственных услуг. Вот конкретно для создания кадастрового реестра мы использовали эксклюзивный блокчейн, потому что идеологически те услуги, которые представляет государство, они должны быть доступны всем. Потому что то, что делает государство, оно доступно для всех граждан страны. Но при этом, естественно, записывать и проверять то, что находится в этом блокчейне, имеют право только какие-то люди или органы, департаменты, которые владают авторитетом. Вы не можете дать возможность проверять, допустим, правильность выписки любому. И закрытые блокчейны – это то, что чаще всего используется в бизнесе для решения каких-то задач, связанных с построением реестров. На самом деле, это даже не всегда блокчейны. Часто это называют distributed ledger, то есть определенный реестр. И это используется для создания блокчейнов внутри компании, для создания блокчейнов в отраслевых, когда несколько конкурентов должны обмениваться между собой информацией, они не обязательно друг другу доверяют, но при этом вся индустрия в целом выигрывает от того, что они имеют достоверно общую данную. Допустим, базу черный список клиентов или базу данных какой-нибудь цепочек поставок. Вот несколько компаний, участвующих в процессе производства автомобиля, им важно знать, откуда какая деталь пришла, и от этого выигрывает и весь процесс, и конечный потребитель. Еще важно отметить, что три этих типа блокчейна, они сильно отличаются по степени безопасности. Безусловно, самым безопасным является публичный блокчейн, потому что он изначально был спроектирован таким образом, что вы не знаете, кто будет публиковать транзакции. Будет ли это? Вы не знаете, кто публикует транзакции. Это может быть частный пользователь, это может быть мошенник. Блокчейн должен быть спроектирован таким образом, чтобы мошеннические транзакции не прошли, хотя такие попытки безусловно будут, и вы на это как бы рассчитываете. То есть это свойство trustlessness. Однако, эксклюзивный и закрытый блокчейн таким свойством не всегда обладают. У них нет вот этого алгоритма консенсуса, который существует в публичных блокчейнах, по крайней мере такого, как в биткоине, например. Закрытый блокчейн между двумя компаниями, он на самом деле также настолько же небезопасен, как любая из этих компаний. То есть если у вас блокчейн с двумя нодами, то сломав одну ноду, вы получаете доступ к контролю над этим блокчейном. Однако существует такой механизм привязки к публичному блокчейну, который мы в том числе используем для обеспечения безопасности. То есть создавая закрытый или эксклюзивный блокчейн, вы можете привязать его к публичному. И таким образом, что каждый блок или каждое несколько блоков вы публикуете состояние системы закрытого блокчейна, вы публичный. Соответственно, если произошел какой-то сбой или кто-то злоумышленный получил доступ к вашему блокчейну, вы всегда по публичному блокчейну можете отследить, в какой момент это произошло, и откатить, допустим, систему до того момента, когда это произошло. Причем для привязки к публичному блокчейну, по-английски этот термин называется anchoring, то есть цепляние якорем дословно, я бы крайне рекомендовал, просто такой практический совет, использовать именно блокчейн биткоин, потому что он является самым защищенным. Это вот, привожу цитату, это исследование, которое было опубликовано пару недель назад про безопасность публичных блокчейнов. Снизу биткоин, это самый большой блокчейн, сверху эфириум, это второй по размеру. И здесь сравнивается стоимость атаки, то есть сколько нужно денег потратить на оборудование, чтобы привести какое-то мошенничество, вернее, получить контроль над блокчейном. Это так называемая атака 51%. А вот в случае с эфириумом, если брать среднего уровня видеокарты, с помощью которых обеспечивается его безопасность, и поделить это на тот, вернее, умножить на тот хешрейт, который необходим для того, чтобы получить 51% контроля над сетью, это оборудование стоит около 92 миллионов долларов. В принципе, это значительная сумма, но есть большое но, связанное с тем, что в эфириуме для обеспечения безопасности используются обычные видеокарты. Они в любом компьютере, в любом электронном устройстве существуют. То есть изломышленнику не нужно это оборудование покупать, он может его просто взять в аренду или купить, а потом продать. По сути, он тратится только на электроэнергию и какую-то амортизацию, связанную с покупкой и продажей этого оборудования, и реально тогда атака стоит на порядок дешевле. Тут приведены консервативные цифры, скажем, 9 миллионов долларов. Просто для сравнения, в биткоине на сегодняшний день подобная же атака будет стоить 530 миллионов долларов, то есть полмиллиарда, причем эти деньги, которые хакеру нужно будет потратить, и он никогда их не получит обратно, потому что он покупает по телевизору на оборудовании, которое может только использоваться для биткоина. Сейчас я… Значит, теперь вторая часть – это про наш проект, связанный с созданием кадра второго реестра в Грузии. Этот проект мы проводили совместно с Хернандо де Сота, который, помимо того, что он является членом средств директоров компании Bitfury, он также очень известный мировой экономист, и он последние 30 лет, то есть задолго до появления блокчейнов и даже интернета, занимался проблемой исследованием частной собственности на земельные участки по миру в развитых и развивающихся странах. Важно отметить, что мы были не первыми, кто делали этот проект, а так мы первые, кто его реально запустили. Первой попыткой такой была компания Factom, которая, американская компания, которая делала этот проект в Гондурасе, к сожалению, у них там был ряд и технических, и политических проблем, просто нежелания на самом деле правительства реализовывать эту систему, поэтому проект был закрыт. Еще два проекта, они до сих пор находятся в стадии то ли разработки, то ли proof of concept, то ли demo, ну то есть они еще не запущены, но какая-то там работа идет. Один из них Bitland, они делают похожую систему, то есть блокчейн для права собственности на землю в Гане, причем Гана, в отличие от Грузии, это страна, в которой в принципе у большинства населения отсутствуют хоть какие-либо даже бумажные документы на то, что они владеют участком земли. Они просто живут в этом доме, там жил их отец, там дед и все, и это весь документ. Поэтому в таких вот странах, развивающихся, там африканских, это очень классно, потому что это помогает им перепрыгнуть, это безусловно сложнее, это там у людей не всегда есть компьютеры, большинство на самом деле их нет, но это помогает обществу перепрыгнуть через несколько ступеней и получить вот такой наиболее эффективный способ управления этой частной собственностью на землю. Проект RomAway, он как бы наоборот, они делают в Швеции, Швеция страна, которая к электронному правительству начала двигаться одной из первых в Европе, там в плане компьютеризации электронного правительства все очень хорошо, и они решают немножко другую проблему, они просто пытаются сделать более эффективную эту связь между разными участниками цепочки. Допустим, есть продавец недвижимости, есть агент недвижимости, риелтор, есть покупатель, банк, нотариус, и вот эти вот большое количество людей, даже если они обмениваются электронными документами, на сегодняшний день процесс продажи занимает несколько месяцев. Соответственно, с помощью блокчейна вот этот вот settlement, то есть процесс купли-продажи, он может происходить в считанные секунды, и это будет, то, что они стремятся сделать, чтобы это было как бы юридически правомерным, при этом сильно быстрее и сильно проще. Какие проблемы мы, собственно, решали? Во-первых, бумажные документы, в принципе, любого рода имеют ряд проблем просто с тем, что это бумага, они как бы рвутся, теряются, мнутся, пачкаются, они часто бывают несогласованными. Причем несогласованные они могут быть как вследствие какой-то целенаправленного мошенничества, так и в большинстве случаев вследствие просто человеческой ошибки. И блокчейн позволяет вот эти вот ошибки предотвратить еще на этапе как бы проведения транзакции, то есть просто транзакция, в которой неправильно заполнены параметры, неправильно там написано имя, она проверяется, она просто не пройдет. Блокчейн, безусловно, это наиболее эффективный способ для хранения истории и архивов, то есть получив выписку из такого реестра, вы вплоть до ссылок на конкретные транзакции можете понять, какая история передачи права собственности на конкретный участок. И еще ряд проблем, связанных с тем, что принципы централизованы системами. То есть когда система централизована, это так называемый single point of failure, то есть единая точка атаки, и как только она появляется, и есть какая-то вот эта вот централизация, то появляются уязвимости, связанные с тем, что система закрыта, непрозрачна, есть возможность для коррупции, для каких-то там махинаций с этим связанных. То решение, которое мы создали, состоит из четырех уровней. Я так вкратце всем расскажу. Значит, первый уровень, самый базовый, это безопасность, это та самая привязка к публичному блокчейну, про который я говорил, к блокчейну биткоина. Следующий уровень, это закрытый, вернее, экклюзивный блокчейн, вот из того слайда, который, собственно, обеспечивает логику проведения транзакций, неизменности данных и кооперацией распределенной сети нот. Следующий уровень, это интеграция с существующими системами, поскольку там же было большое количество, ну, большое распространение электронных систем для управления и, значит, вот этими годастными реестрами, то для сотрудников, допустим, государственных каких-то департаментов, ведомств, для них интерфейс остался тем же самым, просто там, делая те же действия, они теперь записываются не в ту базу, которая у них была, а в блокчейн. И следующий уровень, это уровень услуг, который позволяет предоставлять доступ для разного рода игроков этого рынка, присоединиться к этой системе и оказывать свои услуги. То есть, например, банкам, нотариусам. То, что мы реализовали в качестве такого демо-приложения, которое реально работает, используется и там им можно воспользоваться сегодня, это получение выписки из кадастрового реестра. То есть, вместо того, чтобы там… В общем, это можно сделать с мобильного приложения в один клик, происходит практически мгновенно, и вы получаете выписку с чеком, с ссылкой на конкретную транзакцию в блокчейне, которая подтверждает это право владения. Собственно, проблема вообще в принципе кадастровых реестров и преимущества, которые блокчейн сюда вносит, они довольно большие, довольно масштабные в том плане, что, вот, собственно, я цитирую Хирон Десотт, он говорит, что из 7 миллиардов людей на Земле сегодня у 5 миллиардов в принципе нет никаких документов, которые подтверждают их право владения частной собственностью. Это даже не столько рынок, сколько это возможность для многих стран и миллиардов людей получить какие-то документальные подтверждения. Безусловно, сегодня это имеет смысл делать сразу на блокчейне, то есть получая все те преимущества, технологии, которые она собой приносит. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Степан. Вопросы? Вот вы говорили про стоимость атаки, но есть стоимость оборудования, есть общее количество полных нот. И вот всего сейчас на самых популярных блокчейнах эфир, биткоин, ближайшие, там всего 20 тысяч нот полных в мире. То есть можно ведь атаковать не через покупку оборудования, а через создание полных нот, а это гораздо дешевле, то есть там по большому счету нужно только дисковое пространство, чтобы полную копию блокчейна себе взять. То есть как с такой позиции не рассчитывалась стоимость атаки? Ну это как бы хороший вопрос, да. То есть у публичных блокчейнов, безусловно, существует несколько, ну там не единственный вектор атаки, их много. В том числе такого рода дидос атаки, когда вы открываете ноды, это способ замедлить или каким-то образом мешать работе блокчейна. Но если вы сделаете там еще 20 тысяч нот, допустим, эфириума или биткоина… На биткоине 5 тысяч. Ну да, 7 по-моему, ну неважно, не суть. Это не позволит вам контролировать блокчейн, это не позволит вам проводить транзакции, которые по своей сути невалидны. То есть это позволит только блокировать какие-то транзакции или как-то просто вмешиваться и, ну это такое как, не знаю, мелкое пакотство. То есть тормозить систему, но это никаким образом не позволит вам проводить транзакции, которые изначально, допустим, потратить одни и те же биткоины дважды или сделать там покупку, перевод эфиров, которых у вас не существовало. То есть к нодам подключаются ресурсы, если у тебя ресурсов нет, то подтвердить транзакции ты неверный не сможешь, сможет только замедлить верный транзакций. Да, да. То есть в системах proof-of-work, таких как эфириум и блокчейн, проводить атаку, которая делает невалидные транзакции, можно только имея ноду и майнинговую мощность. От себя еще добавлю, что есть понятие самой сложной цепочки, то есть правильные ноды подключаются к сети все равно будут выбирать самую длинную цепочку, которая далеко не всегда будет у злоумышленника. Есть ли еще вопросы? Добрый день. Скажите, пожалуйста, какую платформу вы использовали для своего блокчейна? То есть, я так понимаю, это что-то было на базе proof-of-stake? Да. Значит, мы используем… Сейчас я слайд включу. Может, я не очень тщательно рассказал. Уровень безопасности – это публичный биткоин-блокчейн. Уровень блокчейна – это наша собственная разработка, наш собственный фреймворк, который является, по сути, если вам что-то это говорит BFT, там используется BFT-консенсус, то есть это блокчейн, который способен выдерживать до 30% неработающих или захваченных злоумышленниками нот, и он работает на похожем принципе, как из такого подсоржной системы Tendermint, которая, ну, по сути, это протокол для создания своего собственного блокчейна. То есть это наш фреймворк, сверху на котором мы написали логику, связанную именно с кадастровыми реестрами. А вот еще один вопрос по поводу обеспечения безопасности. То есть вы говорите, что есть связка с паблик-блокчейном. Вот в этом месте можно чуть подробнее? Что там? Там хэши хранятся, транзакции в публичном блокчейне, или что? Как это работает? Там хранятся, ну, там сложно хранить, то есть в биткоин-блокчейне сложно хранить хэши каждой транзакции, потому что частный блокчейн, там блоки сильно быстрее, они там генерируются каждые несколько секунд. Хранится, да, хэш состояния системы. То есть всех транзакций, которые произошли с последнего изменения системы. Еще вопросы? Вопрос совершенно не технологического характера. А когда я пытаюсь найти в гугле что-нибудь про Bitfury Грузию, я максимум вижу новости от 21 апреля. Почему такая скрытность? Вопрос к интернету. Ну, то есть я… Серьезно, на ресурсах Bitfury тоже скрытность? Ну, то есть был анонс о том, что вы планируете что-то сделать, подписали документы, все окей, а дальше что-то чего? С точки зрения внешнего наблюдателя вы подписали документы, дальше совершеннейшая тишина. Проект запущен, пилот запущен, и об этом, насколько я видел, были какие-то статьи. На самом деле, ну, мне кажется, так работает журналистика, у них как бы происходит что-то важное, все пишут об этом, а потом, как бы, если это неинтересно, то не пишут. На самом деле, я думаю, что там в ближайшие буквально пару недель будет какой-то там пресс-релиз этим связанным. Я просто не занимаюсь ни пиаром, ни маркетингом, поэтому мне сложно сказать, почему это так. Но сам проект, он существует, он запущен. Меня зовут Егор, у меня в Амстане. У меня вопрос такой, про ваш приватный блокчейн. То есть там, скажем так, сервера и ноды, им владеет правительство Грузии, получается, раз это приватный. То есть по факту они могут, как хотят, переписывать реестр. То есть они решат, если решат его изменить, то они могут его переписать в пользу там себя или кого-то. Или же это контролируется, ну, как бы, как-то участниками рынка, там, агентствами недвижимости и теми, чья собственность. То есть вот, ну, насколько в этом плане он, ну, независим от правительства, наверное, от решений. То есть могут ли они сами себе делать там вот эти атаки 51% и переписывать реестр, как они хотят правительство само? Ну, им не нужно для этого делать атаку. То есть вот если возвращаться к этой классификации, то то, что мы используем для этого реестра, это эксклюзивный блокчейн. Эксклюзивный блокчейн по своей сути, тем более, если он делается от лица государства, там он не может быть, там должна быть возможность его контролировать. То есть вот как бы записывать могут только какие-то авторитетные структуры. То есть пока, ну, не было таких случаев, чтобы им необходимо было все это переписать. И для этого они должны будут делать, ну, по сути, форк этой системы. То есть это будет видно, безусловно, всем пользователям. Но возможность, если что-то пошло не так, тем более, если блокчейн использовали какие-то важные услуги, предоставляемые государством, возможность это изменить, откатить систему или как-то там поправить ошибку, она, безусловно, должна быть. В отличие от публичного блокчейна, который полностью неизменен. И там, если я отправил биткоины на неправильный адрес, то я их все никогда в жизни не получу. То есть контроль и контроль и возможность эту систему как бы форкнуть, это скорее как плюс в данном случае. И я думаю, что это должно быть, особенно в блокчейнах, которые запускаются на государственном уровне. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Вопрос такой, если я правильно понял, кадастровое агентство, владелец данной системы, ну, либо же какая-то государственная структура. Да, это, по-моему, называется национальное агентство по земельному… Кадастру. Вот не кадастру, но на самом деле название по-грузински, я, к сожалению, не владелец. И, соответственно, они в бюджет закладывают какую-то покупку биткоинов для того, чтобы можно было в блокчейне биткоина что-то… Нет, никаких биткоинов там нету. Транзакции происходят… То есть суть транзакций только в… То есть в каждой транзакции может быть какая-то операция, связанная с земельным участком. Продажа, покупка, получение выписки, еще что-то. Биткоин как валюта здесь не используется вообще никаким образом. Все, что мы используем от биткоин-блокчейна, это его безопасность. То есть мы в биткоин-блокчейне просто публикуем как бы зашифрованном виде информацию о том, какое было состояние этой системы сейчас, через 10 минут, еще через 10 минут, еще через 10 минут. Блок, правда. В блоке биткоина списка информации, хэш информации. А в их системе… Это какие-то денег стоят? Это записи каких-то денег стоят? Обычно, что там хоть какая-то комиссия берется. Ну, берется комиссия, то есть, да, то есть каждый раз, когда идет вот эта дубликация в биткоин-блокчейн, платится комиссия, которая в следующий день составляет меньше одного цента, то есть, ну, да, там какой-то бюджет типа там… Там-то и дело. Комиссия-то небольшая, но даже чтобы один цент в бюджет на покупку биткоина протащить, не знаю, как в Астране или в Грузии, но в Беларуси это пока так сложно. Нет, важно, что покупки биткоина здесь не происходит. Никакого взаимодействия с как бы биткоином здесь не идет. Да, и этим мы занимаемся. Собственно, мы как вот управляем, ну, как сервисная компания, которая управляет, да, это включено там в… Ну, это действительно, это там, не знаю, там 100 долларов хватит, мне кажется, на год или на 5 лет существования такой системы, то есть совершенно незначительные деньги. Еще вопросы? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Скажите, пожалуйста, вот какие конкретные преимущества получат конечные пользователи, то есть владельцы там земельных участков при внедрении данного проекта по сравнению с существующей системой? Да, спасибо, отличный вопрос. Мне кажется, что для конечных пользователей на самом деле слово блокчейн и то, как оно внутри работает, должно быть максимально незаметно. И цель этого проекта, вот если мы говорим о реально там населении страны, должно быть, ну, это должно быть две цели, которые, и две цели, которые мы ставим в этом проекте, то, чтобы все операции, которые связаны с частной собственной землю, они были первое дешевле, второе быстрее. И вот, собственно, вот та архитектура системы, про которую я рассказывал, она позволяет этого добиться. То есть подтверждение какой-то там операции, оно происходит мгновенно или там в течение времени генерации блока, а не там, не знаю, сколько-то рабочих дней, и там ехать к нотариусу, и ехать к банку, еще что-то. И это дешевле, потому что не нужно платить комиссию, и не нужно платить тем людям, которые, собственно, то есть это все автоматизировано, и меньше людей задействовано в этом процессе. То есть, по сути, мы берем, оставляем процесс для конечных пользователей максимально похожим на тот, который он был, только делаем его более эффективным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok